Привет всем! Сегодня у нас обзор на рождественскую коллекцию 2013 года. И после неудачной коллекции 2011 года, не самой лучшей коллекции 2012, Kinder вернулся с супер классной коллекции 2013 года. Очень качественная игрушка, сейчас посмотрим. И самое интересное, здесь у нас появился сам Kinder сюрприз в рождественском обличье. Ну и коллекция, конечно, намного-намного-намного лучше тех, которые были в последние годы. Давайте ее посмотрим. Да, здесь у нас, начнем давайте с Деда Мороза, хотя у нас обычно последним попадается. Вот такой у нас Дед Мороз с шаром новогодним, да, традиционным. И тоже фигурка цельная, и можно ведь на елку повесить. Ну, перед тем, как перейдем к Kinder, да, к самым таким необычным, необычным рождественским игрушкам. Такого еще не было, чтобы Kinder были сами рождественскими игрушками в коллекции. Так, у нас здесь бобер, тоже очень симпатично получился, хорошо прорисован, да, это не точки, как мы видели в 2011 году. Вместо глаз бобер с двумя вот желудями, и тоже можно его вот так вот на елку повесить. Далее у нас не менее симпатичный олень, да, несет кому-то подарочек, такую рыбку, и тоже очень хорошо прорисован. Смотрите, классно сделан, и вот такая вот цельная, цельная рождественская фигурка. И собачка тоже неплохо получилась, на санках едет, санка у нас на колесиках, и кому-то тоже везет подарок. Хотя больше похоже на волка, но называется нет, если посмотрите в каталоге, то все-таки собачка написано. Так, далее у нас снова, нет, не снова, давайте вначале пингвин, пингвин на снежинке. Да, тоже такой вот симпатичный, как по типу волчка сделанный пингвиненок. И одна игрушка, как и в прошлой коллекции, непонятно почему, просто зашла вот сюда чуть в другом стиле. Но здесь уже елочка более симпатичная, да, она получилась. Такая вот как двухмерная елочка, да, мы видели уже такое в прошлой коллекции, но там было 6 игрушек и 7 такая дополнительная. Здесь у нас 7 коллекционных фигурок и вот 8 елочка. Ну и давайте к главным все-таки игрушкам этой коллекции, это два киндер сюрприза. Один вот такой вот колокольчик с шариками на елку, да, тоже очень классно получился. И второй киндер сюрприз в этой коллекции, это киндер с подарком. Вот это было прям, я думаю, помню, что когда я увидел, что сам киндер сюрприз как игрушка появляется, то это было прям что-то необычное, да. Последние, позже уже появилось много коллекций разных, где киндер сюрприз была. Отдельные коллекции у него, но вот рождественская серия впервые появился киндер сюрприз. Двое даже в этой коллекции и, конечно, это было такое возвращение киндер сюрприза после не самых лучших лет, не самых лучших коллекций. Таким был обзор на рождественскую коллекцию 2013 года. По-моему, коллекция удалась, намного лучше, чем две предыдущие. И молодцы, киндер ввели киндер сюрприз сам как фигурку. Ну и вообще получились фигурки очень симпатичные, можно на елку повесить. Классная получилась коллекция. Посмотрим, какой будет коллекция следующего года. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не просить. И всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok